Добрый день, уважаемые зрители! В этом видеоролике я хотел бы поднять такой важный вопрос для тех людей, которые используют печное отопление, в частности, отапливаются дровами. Как повысить КПД печи, или говоря по-научному еще, оптимизировать процесс горения? Итак, перейдем к короткому обзору. Вначале мы рассмотрим стандартную схему отопления, которую применяют люди. Дальше мы видим основные физические величины, которые нам помогут в рассмотрении в дальнейшем этого явления. Потом мы увидим, как изменяется тяга в зависимости от температуры. Следующий пункт, это мы поговорим о том, насколько широко должно быть открыта дверца поддувала, чем руководствоваться, регулируя этот параметр. Также мы рассмотрим два основных вида горения, которые присутствуют при отоплении дровами, и особенности топки и колосниковой решетки, которая нужна для того, чтобы эффективный был этот процесс. Ну и в конце подведем итоги. Итак, поехали. И первый вопрос, как говорил вначале, стандартная схема отопления. Сделается очень просто. Разжигается печь, дается ей возможность по максимуму разгореться, и закидывается одно за другое в поление. Когда печь хорошо нагрелась, а для того, чтобы она хорошо нагрелась, нужно после раскрытия поддувала, поддувала закрывается, и когда видно, что уже догорают угли, закрывается задвижка. Некоторые идут еще дальше, и топят печь сильно, чтобы потом топить аж через день. Такая схема. Ну, как бы, я не считаю это сильно эффективным, но если не учитывать, что в доме очень теплые стены и потолок, потому что все равно идет понижение температуры, и это приводит к колебанию относительной влажности в доме. И мы от этой схемы дальше будем отталкиваться. Забегая наперед, скажу, что я не использую такой подход. Теперь введем основные величины. Поговорим о температуре. У нас будет ТУ, то есть температура воздуха на улице, дальше ТТР, температура трубы лежака, и дальше, соответственно, как вы видите, температура топливника и воздуха в доме, а также дельта Т, разница температур. Введем данные по объему. Это будет объем воздуха, необходимый для горения, и объем воздуха, поступающий через поддувало. Ну, и, соответственно, дельта В, это разница этих двух объемов. И теперь, зная эти величины, мы можем перейти к следующему пункту, это как изменяется тяга температуры. Но не секрет, что она зависит от температуры. И это мы хорошо замечаем, когда осенью растапливаем печи на дыме. Почему? Потому что на улице еще относительно тепло, а у нас вся дымоотводящая система не прогрета. Но мы когда замечаем, что когда начинаем топить печку, и она поддерживается относительно тепло в этой системе дымоотводящей, а на улице у нас минус, то, соответственно, дельта Т у нас увеличивается, и это влияет на тягу. Когда печь хорошо разгорелась, то тогда мы можем уже бросать и большие чурки, и она не сильно дымит. Поэтому, если вернуться к примеру с задвижкой, то мы видим, это приводит к тому, что грубая печь остается теплыми, а лежак и труба большинство времени, суток, не отапливаются. Соответственно, между ними и этими двумя частями дымоотводящей системы имеется разница температур. Но за счет того, что все-таки у нас, как говорилось, печи грубо-теплые, то этот перепад как бы проскакивает без излишнего дыма. У меня задвижка постоянно открыта, но не на полную величину, а, скажем, чуть где-то наполовину. Поэтому у меня, соответственно, от самой топки до лежака равномерно распределяется температура. Хотя, как я уже подчеркивал, по сути, обычный обыватель, не вникая в эти физические явления, процессы, это не замечает. Но вы можете сказать, а как же ты не теряешь тепло, если у тебя задвижка закрыта? А вот мы дальше увидим. И теперь мы подходим к такому интересному вопросу, как регулировка открытия дверцы поддувала. Чтобы понятно, сколько широко нужно открывать, давайте примем во внимание, что у нас в процессе горения нашей закладки труб необходим объем воздуха, который мы обозначили как выгорение. Соответственно, в идеале точно такой же объем воздуха должен поступать через поддувало. Что происходит, если поддувало открыто больше, чем нужно, и тяга неплохая, то, соответственно, в топливную нашу систему заходит больше воздуха, чем необходимо, и образуется лишний объем, дельта В. Это приводит к тому, что этот объем воздуха не участвует в процессе горения, но разбавляет газы, которые находятся в топливной системе, из-за чего понижается температура. На рисунке, кстати, очень хорошо на графике это видно, что чем больше дельта В, тем ниже температура горения. Но ради справедливости, конечно, стоит учесть, что благодаря этому излишнему объему мы имеем больший объем газа в итоге. И поэтому, если бы у нас была длинная дымоотводящая система, то этот бы объем распределялся под ней, и как бы, в принципе, особых потерь бы не наблюдалось. Но учитывая то, что дымоотводящая система имеет ограниченную длину, у нас идут потери тепла. К тому же, уважаемые зрители, давайте задумываемся над таким вопросом. Откуда мы берем воздух для горения? Из дома мы его берем. То есть, говоря простыми словами, мы из комнаты забираем часть теплого воздуха в объеме В-под, для того, чтобы он участвовал в горении и прогрел оставшуюся часть воздуха. Поэтому, если мы на улицу таким образом выпускаем теплый воздух, зачем нам еще с комнаты выпускать дополнительный объем тепловоздуха Дельта В? Поэтому я топлю в основном при закрытом поддувале, когда уже печь разгорелась, тяга наладилась, и на этом мы как раз плавно переходим к тому пункту, что касается этапа вгорения. Сидыз отметит, что древесина при нагревании выделяет летучие вещества. Они, в частности, называются пиролизными газами. Эти газы тоже имеют свойство гореть. Поэтому, когда вначале наша запаска дрова охватывается пламенем, под нагревом выделяются пиролизные газы, и горят большей мерой именно они. Тут мы это можем наблюдать внешне по интенсивному дымообразованию. Дым чаще всего такого беловатого или светловатого оттенка. Но чем больше огонь захватывает нашу закладку дров, тем больше уже вступают другие процессы вгорения. А именно второй этап горения – это горение древесных углей. И можно сказать, что это самый эффективный этап горения. Теплота, сгорание углей, или говоря, потому что калорийность, которую они дают, она больше, чем калорийность пиролизных газов. Поэтому очень желательно, чтобы на этом этапе у нас поступал именно объем необходимых для горения, или чуть больше, и не остужать нашу плиту. Поэтому я топлю при закрытом поддувале, и оно спокойно тянет к себе, и, соответственно, печь горит дольше. Поэтому она и дольше остывает, и поэтому у меня нет необходимости двигать туда-сюда задвижку. Теперь немножко поговорим о самой топке и колосниковой решетке. Если вы видите на рисунке, там очень хорошо обозначено, откуда идет холодный воздух. Понятно из-под низа. И пока есть дрова, то между дровами есть щели, просветы, для воздуха достаточно прохода. Но даже когда есть угли, он будет поступать. Но учитывая, что угли более плотно лежат друг в другу, чем дрова, то воздух холодный, проходя через них, охлаждает эти угли. Это все равно, что человек встанет зимой на сквозняке, он сразу почувствует холод. Поэтому у меня топка узкая, но длинная. Я стараюсь, чтобы часть этой топки не была заполнена. То есть, чтобы колосниковая решетка имела просветы. Насколько широко должно быть расстояние между колосниками? По-разному. В науке пишется, что для дров должно быть уже, чем для угля. Я, в принципе, не заморачиваюсь, использую стандартные колосники. Но, конечно, если для дров уже, то это лучше, потому что тогда мелкие кусочки углей, они не проскакивают в залог. Когда мы подкидаем очередную порцию дров сверху. Давайте подведем итоги. Мы увидели, что на самом деле этот процесс не очень сложный, если разобраться. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы со своей стороны делать все возможное, чтобы не охлаждать температуру в топке, не запускать лишний воздух для горения. Это тогда будет эффективный процесс горения. Конечно же, если дровами сырыми, то тут перемешку с сухими, тут уже надо по-другому подход. Подвал придется в любом случае открывать, иначе гореть не будет. Если вас интересует тема отопления дровами, у меня есть еще заснете два видеоролика. Один из них, отопление дровами, поленится на юге Украины, где я показал, чем в степях Украины мы топли. Второй видеоролик – это интересный вариант печи. Рассматривается печь с духовкой и поперечным расположением плиты. Экспериментальный такой проект. Я несколько раз переложил печь, и в итоге заснел то, что получилось. Скажу уже, что этой зимой я испытал ее. И топит хорошо, и на ней готовить можно, и выпечка неплохая получается. Поэтому можете просмотреть. Спасибо большое, что вы уделили время. Мне также важно знать ваше мнение о нем. Оставьте оценку, чтобы я мог совершенствоваться. Подписывайтесь на канал, если не желаете пропустить новые видео. Ну и всего хорошего!